Привет, меня зовут Катя и я житель города Сухум. Сухум прекрасный город, но увы стал очень сложным для жизни. Это будет маленький видео-демника о бытовых или даже технических сложностях проживания в нашем городе, с которыми я, да и остальные горожане сталкиваемся ежедневно, буквально только открыв глаза утром. Места, куда мы с вами отправимся, это мои ежедневные маршруты на работу, на рынок, прогулки с детьми и друзьями. Я убежденный пешеход и, с сожалению, должна отметить, что совершать прогулки с удовольствием, как раньше, уже не получается. А почему, давайте с вами посмотрим. Пойдемте. Хотели бы вы с утра, проснувшись в бодром и хорошем настроении, открыть окно и увидеть вот такую вот картину. Моя улица, это улица Джонова. Она считается районом рынка для поставщиков электроэнергии и почему-то центральным районам для водоканала. Пару раз в неделю, например, как сегодня, особенно в непогоду, бывают дни, когда расчеты всех коммунальных служб совпадают. Пока я собиралась на выход, выключили свет и перестала идти вода. Все, что я вам сейчас покажу, ну, кроме этой свалки, которую организовали мои соседи, является результатом инвест-программы, в рамках которой в Сухуме прокладывают новые водопроводные трубы. Конечно же, логично, что по завершению этой инвест-программы мы должны наслаждаться бесперебойной подачей воды и новыми дорогами взамен поломанных и разбитых. Но все-таки давайте посмотрим на итоги. Новые трубы проложили несколько месяцев назад, но под моими окнами, где, кстати, их и не прокладывали, подрядчики оставили просто сумасшедшую грязь и ямы, в которых в дождь скапливается вода, живут лягушки с комарами. А в солнечную погоду, когда все это высыхает, образуется грязевая пыль, просто нереальная. Она настолько плотная, что в квартире влажную уборку надо делать несколько раз в день. Пойдемте с вами дальше, так как вы уже увидели место, где я живу. Будет, наверное, интересно показать вам, что не только под окнами у меня творится вот такой вот ад. Через дорогу от нас живет мама моя. Она помогает мне присматривать за детьми, пока я работаю. Живет она в таких же условиях. Но разница лишь в том, что под ее окнами как раз-таки и прокладывали трубы. Вот мы можем увидеть следы. Но справедливости ради, к строителям и прокладчикам труб, вот эта улица, пешеходная ее часть, выглядела так, сколько я себя помню. Ни городу, ни жильцам домов. Мне интересно облагоустраивать эту улицу для пешеходов, к сожалению. Вот мы сейчас с вами пройдем по грязи, потому что идти больше негде. Вот, обратите внимание, как указывают на опасные участки дороги в Сухуми. Наверняка это сделал кто-то из водителей, потому что сложно предположить, что коммунальные службы настолько не обладают ресурсами огородить канализационный люк. А вот мы потихонечку подходим в школе. Здесь, как и всегда, как и каждый день, не работает светофор. Переходить с детьми дорогу крайне тяжело. И поэтому, чтобы не отвлекаться, я отключаю съемку и продолжаю ее после перехода дороги. Вот, когда ты живешь в Москве и обожаешь каблуки, носишь их ежедневно и потом переезжаешь в Сухум, ты переходишь на спортивную обувь, на кеды, на балетки, на обувь на плоской подошве, потому что, ну, не получается здесь носить каблуки и ходить по улицам. Каждый поход на рынок в это время года, а также зимой и осенью, вызывают у меня крайне негативные эмоции и чувства. Но так как выбора у меня нет, мне надо в любом случае делать закуп. Делаю я его раз в несколько дней. Идем мы на рынок, где находятся несколько точек, в которых я, соответственно, и покупаю продукты. И одноразовую посуду для кафе. Под жуткими висящими проводами. Только сейчас я их заметила. И мне как-то страшновато, если честно, потому что по этой улице мой сын ходит в школу. Очень жалко машины водителей. Они у них постоянно ломаются, они постоянно жалуются, и его тоже живут в негативе. Вот это еще знаменитая улица Калмыкова. Она, пожалуй, в шорт-листе самых разбитых улиц еще до того, как прокладывали трубы. Она всегда была ужасной. Несмотря на то, что здесь живут достаточно обеспеченные люди, дальше своих домов никто ничего не сделал. Вот она, красивая улица. Не верите, да, то, что 2021 год на дворе? Вот и мне не верится. Идем дальше. Лишь малая часть рынка крытая. Дальше уже люди сами, торговцы, как-то себе обустраивают места. 13 лет назад, когда я сюда переехала, мне все то, что я вам показала, безумно нравилось. Я называла это словом «колорит». Я искренне испытывала удовольствие ходить в этой грязи, в пыли, ковыряться в продуктах совершенно одинаковых на тот момент. И не было такого прям суперассортимента на рынке. Но сейчас я просто понимаю, что просто хура очень сильно деградировала. Никто рынком не занимается совершенно, хотя это считается основной локацией городской. Люди покупают еду. Это же очень важно. Так что, так как я считаю себя реалистом, склонна считать и делать вывод, что все-таки это не колорит, а деградация. В следующем же ролике мы с вами не будем говорить о работе, мы не будем ходить на рынок, мы проведем с вами досуг. Мы пойдем на прогулку с моими детьми. И на примере этой прогулки мы посмотрим, насколько же детям комфортно существовать вот в этой окружающей среде сухумской.